По факту убийства 27-летнего Сергея Комарова возбуждено уголовное дело, расследованием которого уже занимается Следственный комитет региона. Также стали известны некоторые подробности случившегося. По словам очевидцев, погибший распивал спиртные напитки в компании матери, ее сожителя и общего знакомого. В какой-то момент между Комаровым и отчимом произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватился за нож и ударил пасынка в шею. Члены застолья вызвали скорую, но молодой человек скончался еще до ее приезда. В дежурную часть отдела политики номер 4 МВД России по городу Саранск поступило сообщение от местной жительницы о совершенном в одной из квартир дома по улице Воинного преступления. По указанному адресу незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции. В квартире правоохранителя обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место совершения преступления выехала следственно-оперативная группа. Предполагаемый подозреваемый доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Информационный портал Life News сообщает о том, что Надежде Куликовой, матери шестилетнего мальчика, оставленного с мешком на голове в парке Лосиный остров в Москве, продлили срок задержания на 72 часа. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи на заседании подтвердили, что в автомобиле Куликовой при осмотре нашли три рулона скотча и нож. Также был обнаружен мешок с детской варежкой внутри. Следующее слушание состоится 22 февраля в 15 часов. Напомню, утром 18 февраля 33-летняя женщина заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позднее мальчик был найден автомобилистами на заправке в районе 103-го километра МКАД, недалеко от заповедника Лосиный остров. Ребенок рассказал, что в лес его привела мама и оставила привязанным к дереву с мешком на голове. 24 августа 2018 года в дежурную часть отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району поступило сообщение от государственного охотничьего инспектора о факте незаконной охоты на территории, прилегающей к селу Татарский Шибдаз. Прибывший на место происшествия следственно-оперативная группа установила наличие следов отстрела животных, относящихся к особям благородного оленя Морала. На земле полицейские обнаружили пятна крови, а в нескольких метрах от места отстрела – туши трех самок, которые в числе 300 животных были привезены из Алтая зимой 2018 года для разведения на территории Мордовии. Причиненный Министерству лесного охотничьего хозяйства и природопользования региона, ущерб составил порядка 1 миллиона 500 тысяч рублей. В результате оперативных мероприятий правоохранителя установили подозреваемого, причастного к совершению данного преступления. Житель города Рузаевки был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, условно, с возмещением ущерба в размере 1 миллиона 460 тысяч рублей. С 18 по 22 февраля в Мордовии проходит оперативно-профилактическая операция «Полицейские и дети». Она направлена на профилактику и недопущение совершения преступлений несовершеннолетними. Кроме того, инспекторы уделяют внимание выявлению фактов семейного неблагополучия, жестокости и насилия в отношении подростков. Будут проведены проверки по месту жительства лиц, состоящих на учете. Также полицейские проведут рейды по обработке мест массового отдыха. Особое внимание будет уделено паркам, торговым центрам, заброшенным строениям, компьютерным клубам и другим местам. Отмечу, что на безнадзорных подростков обращают внимание злоумышленники вовлекания несовершеннолетних в совершение преступления. В ходе расследования уголовного дела по факту кражи имущества полицейскими выявлен факт вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. В отдел полиции номер 13 ММО МВД России Лямберский с заявлением о хищении имущества из сарая дачного дома, расположенного на территории села Семилей, обратился житель Саранска. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и содержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель этого же села. Также выяснилось, что молодой человек действовал не один. В совершение преступления он вовлек двоих несовершеннолетних 2001-2002 года рождения. Все трое были доставлены в отдел полиции, где во всем сознались. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье кража. В отношении совершеннолетнего фигуранта решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации в вовлечении несовершеннолетнего в совершении преступления. Исправительную колонию номер 4 посетили представители Центрального духовного управления мусульман республики Шамиль Сайбитов и Наиль Вагапов, пообщались с осужденными и поговорили о противодействии распространения экстремистской идеологии. Подобные встречи позволяют осужденным встать на путь исправления и ведут к исправлению имеющихся негативных качеств. Тем временем в ИК-14 предотвращена попытка доставки запрещенных предметов. При досмотре посылки сотрудники учреждения обнаружили мобильный телефон, зарядник и симку, спрятанные в обуви. В колонию они пришли на имя осужденной к 4 годам лишения свободы. По данному факту проводится проверка. Отделением полиции номер 14 по обслуживанию Тенгушевского района межмуниципального отдела МВД России Темниковский устанавливается местонахождение Павлеева Андрея Анатольевича, 1978 года рождения, жителя села Тенгушево Тенгушевского района. 19 октября 2016 года он ушел из дома в неизвестном направлении, и до настоящее время его местонахождение неизвестно. Если вы располагаете информацию о местонахождении Павлеева, сообщите по телефону 8 999 778 0497, 8 999 778 0501 или 02. Анастасия Целигина, программа «Тревожная кнопка». Продолжение следует...